Здравствуйте! В эфире телеканала АЛЛАУ Новости. В студии Айдос Оспанов. И смотрите сегодня выпуски. Частные детсады в Кустанайской области начали получать деньги из республиканского бюджета на повышение зарплат своим педагогам. С чем это связано, подробнее расскажет Татьяна Калюжная. В Русском драматическом театре сегодня после большого перерыва покажут спектакль. Однако премьер пока не планирует. Почему, расскажет Яна Гала. Кустанайские пары, которым когда-то отказали в постановке в очередь на ЭКО, теперь могут снова попробовать свои силы, чтобы получить квоту. Перечень показаний расширен, а вместе с тем увеличилось и количество самих квот, выделенных на наш регион. Подробнее расскажет Наталья Басмурызна. Аким Кустанайской области провел отчетную встречу с населением. Из-за ограничительных мер на вопросы Архимед Мухамбетов отвечал онлайн. Немалую часть своего доклада он посвятил в сфере здравоохранения, которую в прошлом году испытывала на прочность коронавирусная инфекция. Благодаря выделенным денежным средствам на борьбу с коронавирусом в регионе удалось серьезно увеличить оснащенность медицинским оборудованием, построить новые объекты и лаборатории. Подробности расскажут мои коллеги. На развитие сферы здравоохранения Кустанайской области в прошлом году было направлено 85 миллиардов тенге. На эти деньги завершен капитальный текущий ремонт 16 объектов, приобрели 161 единицу санитарного автотранспорта. Кроме того, в больницы поставили различные оборудования, 181 аппарат, искусственная вентиляция легких и 17 цифровых рентгеновских систем отечественного производства, 5 компьютерных томографов, 23 УЗИ и 1 МРТ. В четырех крупных медицинских организаций области подведена централизованная кислородная сеть на 856 точек. Закуплены аппараты высокопоточной оксигенации, поставлены 712 кислородных концентраторов. Все 489 государственных организаций здравоохранения области имеют доступ к сети интернет. Оснащение компьютерной техники также составляет 100%. В прошлом году начал работу новый инфекционный центр, оснащенный высокотехнологичным медицинским оборудованием с подведенным ко всем койкам кислородом. В декабре 2020 года в Аркалыке запущена лаборатория по забору ПЦР-тестов. Как отметила Кимобласти, благодаря вложенным деньгам в регионе почти в два раза увеличилась оснащенность компьютерными томографами, цифровыми рентгенами в полтора раза. В два раза больше стало аппаратов ИВЛ. В этом году работа в этом направлении продолжится. В текущем году планируется приобрести медицинское и морозильное оборудование для хранения вакцин. Здесь надо отметить МРТ для областной больницы, аппараты УЗИ экспертного класса, цифровые рентгены и другие оборудования. Начать строиться многопрофильные больницы, где будут размещены наиболее крупные отделения кардио- и сосудистых хирургии, инсультный центр, травматология, неврология, онкология, ортопедия и многое другое. Также поликлинику в городе Тобол на 250 посещений начнем строить. Что касается решения проблемы дефицита кадров, то в прошлом году в область прибыло 186 врачей. Помимо этого впервые в область вернулись 19 врачей из 80 резидентов, которые сейчас получают образование за счет бюджета. Прибывшим в городам врачам выплачены подъемные в 1 миллион тенге, а в сельскую местность по 1,5 миллиона тенге. В рамках программы с дипломом село 310 медицинских работников получили подъемные и 185 жилье. Кроме этого, жильем обеспечены еще 97 местных врачей, в основном это арендное и служебное жилье. Также у нас предоставляется жилье врачам через казахстанские ипотечную компанию. Ключи от 54 квартир уже мы вручили в 2021 году, то есть в текущем году. Ключи получат еще 100 врачей. Также подчеркнул Аким Кустанайской области, по поручению главы государства, с 1 января 2021 года увеличена заработная плата врачам еще на 30%, а средним медработникам на 20%. Хамзан Урпиисов и Татьяна Калюжная, РТН. Больше 115 тысяч казахстанцев обратились за досрочным снятием части своих пенсионных накоплений. Принимать заявки от желающих начали еще 25 января. В итоге всего за три недели казахстанцы подали обращение на сумму, превышающую 1 трлн 855 млрд тенге. Около половина от всех обратившихся намерены использовать деньги из ЕНПФ для покупки или полного выкупа жилья. Еще 28% заявителей хотят погасить ипотеку полностью или частично. Среди остальных целей обозначены уступка пенсионных накоплений, взносы для получения ипотеки и строительства домов. На данный момент одобрить удалось не все заявки, а всего лишь 78 тысяч. И по большинству из них фонд уже успел провести запрошенные перечисления. В итоге количество средств, снятых казахстанцами, пока составляет 408 млрд тенге. Общая же сумма пенсионных активов наших граждан на 1 февраля превысила 13 трлн тенге. К другим темам. С января в Костанайскую область из республиканского бюджета начали поступать деньги для оплаты зарплат воспитателям частных детсадов. Но только тех, где размещен государственный образовательный заказ. Таким образом, бизнесмены получили возможность увеличить зарплату своим сотрудникам. Причем в некоторых организациях существенно. Татьяна Калюжная расскажет подробнее. В этом году впервые регион начал получать ежемесячный целевой трансферт на повышение заработной платы педагогам частных дошкольных организаций. Но только в тех детсадах, где размещен государственный заказ. В январе 2021 года мы тоже получили трансферты с республиканского бюджета. Это позволило повысить заработную плату моим педагогам. Теперь должностной оклад моих педагогов зависит от наличия квалификационной категории, от стажа работы и образования. Поэтому, что будет одинаковое, это не могу сказать. Но это большая помощь моим сотрудникам. Как вы знаете из постановления, мы подняли на коэффициент 1,5. То есть, если молодой специалист, который только закончил педколледж, пришел в наш язлесад работать, у него на 30 тысяч зарплаты поднимется. Сумма трансферта будет меняться ежемесячно и зависит от количества воспитанников, получивших услуги в детсадах в указанном месяце. Анар Алпызбаева работает в этом частном садике не больше двух лет. Сейчас у него дежурная группа в 15 человек. Но еще 15 детей находятся на дистанционке. С ним и девушка продолжает тоже работать, высылая на WhatsApp видеоуроки и занятия. Когда я сюда только пришла, заклад был 130 тысяч, а сейчас, с января месяца, нас очень порадовала наша зарплата, уже 190 тысяч. Как бы это уже ощутимо. Большую часть дня ребенок проводит здесь. Так как мамы у нас работают, доверяют нам своих детей, поэтому мы полностью выполняем их функцию. Мы и мамы, мы и воспитатели, мы и учителя в какой-то мере. Напомним, что введение госзаказа для частных садов в Кузнайской области – это возможность решения проблемы нехватки мест в государственных детских садах региона. Государство оплачивает частникам их работу с детьми. Кстати, средний размер подушевого финансирования этого года в городе – 38 тысяч 23 тенге на одного воспитанника дошкольной организации в месяц. А в сельской местности – 41 тысяча 549 тенге. В 2021 году в Кузнайской области государственный заказ размещен на 25 тысяч мест в государственных и частных детских садах. Осман Ккимжанов и Татьяна Калюжная, РТН. Работу возобновили, а вот премьер пока придется подождать. Уже сегодня Костанайский областной русский драматический театр встретит первых зрителей. Спектакль «Сирена» и «Виктория» покажут при 20-ти процентной заполняемости зала. На репетиции побывала Яна Гала. Новое постановление санитарного врача, вступившее в силу 15 февраля, стало радостной новостью для актеров областного русского драматического театра. Они не только могут приступить к репетициям, но и пригласить зрителей на спектакли. Правда, наполняемость зала должна быть не более 20%. Костанайский театр все-таки русский. Он в хорошем смысле слова приучен к тому, что залы у нас практически всегда полны. А работать на 40 человек и слышать жиденькие аплодисменты, актеры просто уже от этого отвыкли. Да, мы рады и этому всему. Это очень хорошо, но это в то же время непривычно и сложно. Рассадка зрителей происходит согласно действующим санитарным нормам, поэтому даже если вы пришли в театр всей семьей, вам придется соблюдать социальную дистанцию. И вашим соседам по креслу вполне может оказаться известный поэт или писатель. Уже сегодня зрители смогут увидеть спектакль «Сирена и Виктория». Актеры, оказавшись на сцене после длительного перерыва, даже в репетиционном формате, волнуются и ждут встречи со зрителями с большим нетерпением. Волнение некое есть, все равно. Волнение всегда есть, несмотря на то, что мы в постоянном режиме работаем, оно всегда присутствует. Но после большого перерыва особенно. Вот вы сейчас спросили, у меня даже мурашки пробежали по телу, потому что есть даже какое-то ощущение неверия в то, что это случится наконец-то. Театр будет работать в обычном режиме согласно составленному репертуару и расписанию. Спектакли для детей и взрослых будут идти как в будние дни, так и в выходные. Чего не стоит пока ждать зрителям, так это премьер. Из-за ограниченного количества зрителей руководство театра считает презентовать новые спектакли просто нерациональным. Как только введут новые послабления и заполняемость зрительного зала станет 50%, это обязательно произойдет, уверяют в театре. Алексей Кудрявцев, Яна Галла, РТН. По подозрению в сбытии наркотиков в одном населенном пункте Кустанайской области были задержаны двое мужчин. У каждого из них были изъяты наркотические средства, хранящиеся по месту их жительства. В поселке Аман-Каргай Ауликольского района Кустанайской области были задержаны двое мужчин 1996 года. При проведении обысковых мероприятий у одного из мужчин было изъято наркотическое средство марихуана и гашиш. И что самое интересное, оба 1996 года. В подворье подозреваемого человека обыскивали с помощью служебной рыскной собаки. Она-то и обнаружила место хранения вещества растительного происхождения со специфическим запахом. Его уже обследовали эксперты и подтвердили его наркотические свойства. Обстоятельства задержания второго подозреваемого не сообщаются. В настоящее время ведется расследование по статье 297 УК Республики Казахстан в отношении указанных лиц. Также к ним применена мера пресечения по статье 128 УК Республики Казахстан. Это задержание под стражей, то есть арест. С начала 2021 года в Кустанайской области изъято более 5 килограммов различных наркотических веществ. Зарегистрировано 20 фактов, связанных с незаконным сбытом наркотических средств за текущий период. 7 фактов хранения в особо крупном размере, 4 факта контрабанды и порядка 37 фактов наркопроступков. Новые факты обмана при совершении интернет-покупок выявили кустанайские полицейские при работе с вещественными доказательствами. Сотрудники отдела по борьбе с киберпреступностью рассказали об итогах проведения операции «Антифраук». Преступления в сфере высоких технологий, по данным полиции, выявлены в городах Кустанай и Рудный. В общем, за три дня операции раскрыто 15 ранее совершенных преступлений и зарегистрировано 30 новых незаконных действий. В одном случае зарегистрирован факт использования спецсредств для негласного получения информации. Житель города Рудного путем подачи объявлений на сайт УЛХКЗ продавал светодиодную лампочку со встроенной видеокамерой и с диктофоном. Выяснились и новые эпизоды мошенничества, совершенных 25-летним жителям Кустаная. Мы уже рассказывали, что продавец несуществующих брендовых туфель получил с 12 проверивших его объявлением покупателей с крупной суммой денег, вплоть до 150 тысяч тенге от жительницы семьи. Кустанайские полицейские вычислили злоумышленника. У подозреваемого был изъят планшет марки Асус, сотовый телефон марки Самсунг и банковские карточки. В ходе изучения переписок в изъятых вещественных доказательствах дополнительно выявлено 50 пострадавших граждан от рук мошенника. И другой Кустанаяц, который ранее попался на оформление кредитов в микрофинансовых организациях на людей, об этом не подозревающих, также пополнил список совершенных им эпизодов мошенничества. Жертвы также были из других областей. Всего за период ОПМ выявлено 17 интернет-мошенничеств. Далее по изъятым абонентским номерам сотовых телефонов, которые подозреваемы, по ним были направлены запросы в микрокредитную организацию. По запросам ответа дополнительно выявлено еще 15 потерпевших граждан, то есть 15 еще договоров. По словам полицейских способов завладения личными карточными данными граждан, по звонку мнимых сотрудников службы безопасности банков, сейчас набрал новую популярность. С начала года в полицию с заявлением о таких звонках и потере вследственных денег уже обратилось более 50-ка в жителей Кустанайской области. Сотрудникам, противодействующим киберпреступности, удалось найти одного пособника таких телефонных мошенников. В Павлодаре установлен гражданин К, который обналичивал денежные средства, добытые преступным путем, и выводил их на карточные счета Российской Федерации. Однако лиц, которые непосредственно совершали мошенничество, не установлены в связи с тем, что находятся на территории другого государства. Продолжаем выпуск. Количество квот на ЭКО для жителей Кустанайской области увеличилось в 6 раз по сравнению с прошлым годом. Больше 300 пар получат возможность обрести долгожданного ребенка уже в этом году. При этом воспользоваться процедурой смогут не только те, кто давно находится в очереди на квоту, но и те, кому когда-то было отказано в этой возможности. Диагнозы, которые раньше не учитывались для отправки в клинику, теперь вошли в общий перечень показаний для отправки на бесплатное ЭКО. Подробности в материале Наталья Басмурзиной. Еще в прошлом году президент объявил, что количество квот на ЭКО будет значительно увеличено. Но насколько эта цифра станет больше для каждого из регионов, врачи не знали до последнего. Поэтому, когда итоговый приказ довели до местного уровня, медики были приятно удивлены. В нашей области выделено 320 квот на экстракорпоральное оплодотворение. С каждым годом количество квот увеличилось, но незначительно, не так, как в этом году, в 6 раз. Увеличилось на 2, 3, 5 квот. Учитывая то, что президент в своем послании сказал, что будет увеличено количество квот, конечно, мы верили и мы знали, что количество квот увеличится. Но мы не думали, что в 6 раз. Мы где-то планировали, может быть, в 2-3 раза увеличиться. Вместе с увеличением квот расширился и перечень показаний к бесплатному ЭКО. Раньше для этого требовалось наличие у пары хотя бы одной из двух причин – мужского фактора или полной непроходимости труб у женщины. Теперь этот список изменен. И это дает возможность тем, кто ранее получал отказ, вновь обратиться к врачам и встать в очередь на квоту. Женщины с проходимыми трубами тоже могут претендовать. С эндокринным фактором бесплодия, с эндометриозом, с поликистозным мечниками могут претендовать на ЭКО по гарантированному объему. Плюс еще добавилось такое, что идиопатический фактор – это бесплодие неясного генеза. Когда мы не можем поставить причину бесплодия, такой фактор никогда не был в показаниях гарантированного объема. Расширение списка и увеличение квот уже повлияло на работу врачей в областной больнице. Нагрузка на них стала больше. Ведь все квотированные пары нужно успеть подготовить. К тому же растет число становящихся в очередь. Эта цифра уже перевалила за пять сотен. При этом на всех пациентов, как и раньше, приходится всего три врача. Но если в прошлом году они готовили 52 пары на ЭКО, то в этом уже 320. Расширение штата пока не планируется. Поэтому медики нашли для себя другой выход. Мы рады, что первичные организации откликнулись. Мы с декабря месяца 2020 года уже начали с ними работу. Стали им объяснять, рассказывать. Это поликлиники, это места, где прикреплены первично пациенты должны обратиться по месту прикрепления. Без них мы не сможем освоить такое количество квот. Число успешно проведенных ЭКО, на которые отправились квотированные пары из нашей области, планомерно растет. Лучшими называют результаты 2019 года. Тогда беременность наступила у 49% отправленных пар. В прошлом году у 43%. Но и этот результат называют позитивным, с учетом наступившей пандемии. Оспан Гакимжанов, Наталья Басмурзина, РТН. Календарь к 180-летию великого просветителя, педагога и писателя Ибрая Алтинсарина презентовали сотрудники Мемориального музея. Главная изюминка календаря – это не только интересная информация, но и возможность посмотреть с помощью QR-кода видеоматериалы о биографии Алтинсарина. На презентации побывали и наши корреспонденты. В торжественной обстановке сотрудники Мемориального музея Ибрая Алтинсарина презентовали необычный календарь. Помимо традиционных дней недели и чисел, благодаря календарю можно узнать много интересной и полезной информации об Ибрая Алтинсарине. Выпуск календаря приурочили к 180-летнему юбилею казахского просветителя. Календарь состоит из 12 месяцев. На каждой странице календаря, каждый, открывая эту страницу, может узнать о жизни, педагогической деятельности, о творчестве великого Ибрая Алтинсарина. Также особенностью этого календаря является то, что кроме фотографий и документов, здесь размещены на странице календаря приложения видеоматериалов с QR-кодом. Благодаря этому каждый человек, воспользовавшись своим телефоном, сможет не только прочитать информацию о великом учителе, просветителе и этнографе, но и увидеть. Для этих видеоматериалов сотрудники музея собирали наиболее интересные факты из биографии Алтинсарина. Выпущено около 100 штук календаря. Сегодня будут первые, которые наши гости получат эти календари. А затем мы все это будем... У нас же будет большая научно-практическая конференция. Мы планируем, вот гости, которые приедут с разных стран на эту конференцию, будут, конечно, также получать наши альбомы и эти календари. Альбом, о котором упомянула сотрудница музея, это еще один проект, над которым они сейчас работают. Посвящен он будет истории создания мемориального музея Ибраилтинсарина. Музей, к слову, ровесник независимости страны. В этом году ему исполнится 30 лет. Вся работа, проводимая за эти годы, будет отражена в альбоме. Хамзан Рупий, Софья Нагала, РТН. Такими были события дня. Хороших всем нам новостей. До свидания.